Предлагаю после окончания Олимпиады создать на базе малой ледовой арены для хотели Шейфы всероссийский детский спортивно-образовательный центр. Мы вчера с вопросом правительства обсуждали. Это нечто другое. Это не Орлёнок, это не океан, это круглогодично. Но это круглогодичный спортивно-образовательный центр. Так, чтобы дети могли здесь жить и учиться. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы с вами собрались в Беретинской долине, прямо на берегу Черного моря. По всем объектам, по которым не было дискуссий, Практически все объекты, которые строятся в ходе подготовки к университетам, судьба предназначения, за то, что родился на программу пустолитинского спортивного всех объектов и российского спорта. И второй объект, который тоже предлагается сегодня, это судьба, поскольку... ...вы с теми золотой шайбы. День. Никогда в жизни на Кубани не было ничего подобного. Скоро за два года стали чемпионом. Конечно, такая бюджетная. Мы это рассматривали. Наследие мы исходили из того, что есть федеральный центр, который вы посещали на лакон. В Америке, в Анахайме, в Лос-Анджелесе все смеялись, что там хоккей никогда не будет, там билеты достать невозможно. И в будущем, конечно, здесь может быть финансовая хоккейная лига. Поэтому там, я думаю, что создать такую инфраструктуру будет очень здорово. В Анахайме? А? В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме, в Лос-Анджелесе никогда не было хоккея. В Анахайме. В Анахайме. О таких видах спорта, например, хоккей, как фигурное КТ, и в горном пластыре, это лыжи, биатлоны. В Анахайме. В Анахайме. В Анахайме.